Всем привет! Давно не было пустых баночек. Слушайте, недавно я пыталась объяснить своей подружке, которая далека от мира YouTube, что же такое рубрика пустые баночки. Она слушала, слушала, а потом говорит, Оль, то есть получается, что это обзор мусора? Я так подумала, но говорю, да, но только в нашей бьюти-сфере это очень ценный мусор. Короче говоря, надеюсь, что вы улыбнулись по ту сторону экрана и давайте поскорее начинать. Первое средство, которое у меня закончилось, я его очень сильно любила, это гидрофильное масло от корейского бренда Бион. Оно довольно жидкое, но его надолго хватало, потому что небольшого количества этого гидрофильного масла достаточно для того, чтобы, к примеру, смыть такой макияж, как сейчас на мне. Или я всегда убираю уход вечером, или легкий биби-крем. Биби-кремы особенно надо смывать. Не забывайте, что такие гидрофильные масла надо наносить на сухую кожу, потом все это вот растирать по лицу, растворяем всю косметику и только потом смываем средство водой. И, кстати, это масло не оставляет никакой пелены, у него явная парфюмерная отдушка, но меня это как-то не раздражало. И да, очень хорошее средство, бренд Бион у нас не представлен, поэтому повторно не куплю, но, возможно, когда буду в Украине, повторю. Также закончился у меня сухой шампунь от Батист. Я в течение трех, а может даже и четырех лет пользовалась продукцией только этого бренда и считала его самым лучшим. Сейчас пришло время попробовать что-то новое и оказалось, что появились сухие шампуни, которые абсолютно не сушат кожу головы и сейчас я предпочитаю кое-что другое. Но это тоже достойный представитель среди всех сухих шампуней, у него очень приятная отдушка, но при длительном использовании я заметила, что у меня как будто появляется такой зуд. Поэтому я иногда делаю паузу в использовании сухих шампуней, но сейчас нашла что-то более любимое. И средство также для волос, которое подошло к концу, это маска блеск, точнее блеск маска трехминутная от белорусского бренда Биелита. И мне очень нравилась эта маска для волос, точнее так, я использовала это средство в качестве кондиционера для волос, потому что у меня всегда были и есть странные отношения именно с масками для волос. Не стану врать, мне всегда как-то вот не слишком хочется тратить очередных 10, а то и 15-20 минут для того, чтобы нанести маску, нанести еще полбеды, но потом еще раз отправиться в ванную комнату и все это смыть. Не знаю почему, не могу себя пересилить, поэтому пользуюсь, зачастую пользуюсь масками для волос именно так. Просто наношу на 30 секунд, держу маску и смываю. Иногда бывают исключения, которые я заставляю себя использовать по назначению или строго по инструкции, но вот эта маска все равно придавала волосам действительно блеск, они были такими шелковистыми, неутяжеленными, у меня нормальные, неплотные волосы, непористые, поэтому если вы хотите что-то такое попробовать, то мне кажется, что стоит. Не совсем закончились, скорее засохли патчи под глаза от бренда Petite Fee. Мне настолько они нравятся, что я уже купила и открыла вторую баночку. Дело в том, что этими я пользовалась не слишком часто и у меня испарилась вся жидкость. Я не захотела их как-то реанимировать, потому что у меня довольно чувствительная область под глазами. Я не хочу проводить какие-то эксперименты, но все равно я считаю, что это очень классное средство мгновенного действия, которое освежает область под глазами, немножко подтягивает ее. Я не хочу утверждать, что это какое-то супер увлажнение, нет. И между прочим, вот этот эффект пропадает спустя несколько часов. Но если вы смотрите в зеркало и понимаете, что, господи, с собой надо что-то сделать, потому что вы или слишком много спали, или не выспались, то наносим вот такие патчи, а потом уже организм как-то разгоняется, и в принципе у вас нормальный внешний вид. Поэтому у меня всегда есть вот эти патчи под глаза, именно на те дни, когда хочется себя вот как-то так вот взбодрить. И еще закончился у меня бальзам для губ от марки Kiehl's. Он был с ароматом манго. Честно говоря, манго здесь я не особо заметила. И это обычный вазелиновый бальзам для губ, который смягчает, восстанавливает губы. Ничего прям сверхъестественного во второй раз я бы не купила. Ну, мне его подарили, я буду пользоваться. Но если бы мне надо было отправиться в Kiehl's и за свои деньги приобрести его, то, наверное, нет. Хотя его хватает на очень долго, он действенный. Но как-то для меня это очередной бальзам из этой категории. То же самое могу сказать о двухфазном средстве для демакияжа от марки Clinique. Оно справляется со всеми своими заданиями, не имеет никаких отдушек, смывает очень стойкий макияж. И у меня как-то была такая железобетонная подводка, которую мне буквально хотелось наждачкой стирать со своих глаз. Потому что она вообще никак не хотела смываться. Я вспомнила, что у меня есть вот это средство. И оно убирает без проблем даже все такое, знаете, ядреное. Но здесь не слишком большой объем. И мне кажется, что это дороговато. Если вы предпочитаете люксовый уход, то обратите на него внимание. Лично я считаю, что можно найти что-то подешевле среди масс-маркета. Дальше две пустые упаковки масел для тела. Одно из них от DeBarry Shop, второе от Kiehl's. Ну давайте начнем с вот этой побольше. Оно было из лимитированной коллекции DeBarry Shop. И сначала мне показалось, что это такой легкий, сливочный, немного сладкий аромат. Я специально оставила его на холодное время года. Оно прекрасно питает кожу. Я всегда выбираю масла именно для сухого типа кожи. И в этом оно меня не разочаровало. Но отдушка оказалась настолько ощутимой, что мне не всегда, вот прям не каждый день хотелось им пользоваться. Потому что я ощущала себя какой-то сладкой, липкой конфетой. Ну то есть как, никакого ощущения именно на теле не было. Потому что кожа все впитывала и становилась очень мягкой, бархатистой. Но даже мой муж начал замечать, что какой-то такой аромат у постели вылизало все до конца. Но повторить прямо сейчас особого желания нет. Если бы мне надо было выбирать, я бы скорее всего предпочла версию тоже для сухой кожи, только с миндальным молочком и медом. Вот она какая-то такая более нежная. То, что меня просто влюбило в себя, если бы у меня были лишние деньги, я тут же взяла бы купюры. Кстати, завтра 8 марта, может стоит себя побаловать. Просто это вот настолько приятное средство. Это марка Kiehl's. Их баттер для тела, оно у меня было то ли в адвент календаре. Ну в общем, видите, у меня миниатюра. Господи, я обещала оставить немножко своей подружке. Я не смогла, потому что это какой-то наркотик. Во-первых, здесь такой приятный аромат, как будто пудинг. Ну вот такой он бархатистый и вообще приятный. И сама консистенция как будто слегка муссовая. В общем, это масло имеет такую легкую консистенцию, но при этом всем оно так хорошо питает кожу, что я бы с удовольствием приютила большую упаковку именно этого масла. Довольно спорный продукт, потому что некоторые говорят, что вот эти патчи, которые клеятся на воспаление от бренда COSRX, абсолютно не работают, не делают ничего. Кто-то утверждает, что они просто волшебные и фантастические. Я скорее по эту сторону баррикад. У меня уже нет ни одного, чтобы я могла показать вам, как они выглядят. В общем, они такие, как небольшая пленочка, которую приклеиваем на существующее воспаление, или которое собирается вот-вот появиться. И оставляем вот такой пластырь на день, можно приклеить на ночь. Я и так, и так делаю. И вы знаете, они справляются не со всеми воспалениями. Если что-то хочет вылезти, иногда оно просто появляется, и ему никакие припарки не помогают. Но, честно говоря, когда на лице есть прыщи, то я готова поверить всем и каждому и пробовать любое средство, особенно, когда оно еще и бюджетное, то я буду первой в очереди, кто захочет это купить. Поэтому это уже чисто ваше решение. Хотите, пробуйте, хотите нет. Мне понравилось, заказала еще одну упаковку, пусть будут на всякий случай. Всей семьей этой зимой мы пользовались вот таким очищающим маслом от бренда Урьяш. Оно, кстати, практически не пенится. Настолько нежно очищает кожу, и его можно использовать даже самым маленьким с первого дня после рождения. И вы знаете, я не люблю, чтобы было много пены, чтобы тело очищалось до скрипа, поэтому у меня оно очень устраивало. У деток не пересыхала кожа после этого средства. У меня также оно практически не имеет никакой отдушки. То есть, ваш ребенок будет пахнуть ребенком, а не каким-то шампунем. И мне очень приятно, когда тело не очищено прямо до скрипа. Поэтому с удовольствием купим еще раз. Здесь было 500 мл, поэтому всей семьей будем пользоваться. Обязательно повторю покупку. То, что я собиралась показать в фаворитах зимы, но средство закончилось, я забросила его в пакет с пустыми баночками и успешно о нем забыла. Это сыворотка от марки Lancome из линейки Genifique, и она предназначена для чувствительной кожи. Вы знаете, я сначала как-то ее не особо оценила. Я просто не знала, чего от нее ожидать. Здесь фируловая кислота, насколько я помню, и вообще она продается в таком разобранном виде. Для того, чтобы ее активировать, надо как бы нажать такую специальную ампулу, в которой синий раствор, в общем, все это смешать. У меня эта ампула не сразу хотела сработать. Я как-то изначально была негативно настроена к этому средству. Потом начала им пользоваться. И тогда у меня был еще уход от SkinCeuticals. То есть я пользовалась кремом под глаза и обычным восстанавливающим кремом от SkinCeuticals. Я просто не могла нарадоваться тому, как классно у меня выглядела кожа, как она себя чувствовала без каких-то специальных тоников, еще чего-то там. Я вот так вот наносила эту сыворотку, потом крем, и не знала печали. У меня вообще не было высыпаний. Я не нуждалась ни в каких сияющих базах. И у меня эта сыворотка закончилась где-то за месяц. Потом, когда я ее отменила, начала пробовать что-то другое, я поняла, что моей коже чего-то не хватает. Как будто какого-то пинка под зад, извините за выражение. Ну просто вот что-то не то. Но я хотела вам сказать, что огромную разницу заметила моя мама. У нее была классическая версия сыворотки Genifique, крем из той же линейки и сыворотка под глаза. Я расскажу небольшую историю, потому что мне кажется, что на возрастной коже вот эта линейка будет работать просто волшебно. Честное слово. Это не сказки, это то, что я заметила на своей маме. Потому что она каждый день наблюдает себя в зеркале, а с ней мы видимся, ну раз, наверное, в три месяца. Я сама подарила ей линейку Genifique. Она пользовалась этим всем. Я просто забыла. Я как-то приехала, подарила ей это все. И потом мы долго не виделись. Она мне как-то позвонила и говорит, что встретила доктора, который предложил ей сделать подтяжку век, что-то там еще. И потом она приехала вот на мой день рождения. Я так на нее смотрю. Я, кстати, всегда крашу мою маму, когда она приезжает ко мне, потому что мне интересно попробовать некоторые средства, которые, как мне кажется, будут хорошо выглядеть на возрастной коже. Ну, в общем, возвращаясь к теме Genifique. Я ее красила и говорю, мам, признавайся, что ты сделала вокруг глаз? Вообще, говорю, что произошло с твоей кожей? Говорю, мне можешь признаться, я никому не расскажу. Она говорит, ничего не делала, я просто пользуюсь уходом. Говорю, каким уходом? Потому что я ей передавала и сыворотку с ретинолом. И вот она после ухода Genifique перешла еще на ретинол и витамин С. И слушайте, ее кожа просто изменилась, ну, до неузнаваемости, потому что у нее очень сильно вот как бы разгладились морщинки под глазами. У нее такая же проблема, точнее, у меня такая же проблема, как у нее. То есть тонкая кожа, пропадает жировая прослойка под глазами. Это один из признаков старения, но у меня это на самом деле еще с самого детства. И с годами у меня еще больше и больше будут становиться вот эти впадины. Но у меня пока что нет каких-то видимых морщинок. Ей уже около 50 лет, неважно, не будем уточнять. Сколько будем говорить? 50, вот, и вы знаете, у нее просто вот светится кожа. Она не пользуется тональным кремом. Иногда от Armani, который я ей также подарила. Но он такой легкий, как водичка. Редко на какие-то праздники, на особые случаи. И на ней вот видна такая колоссальная разница, что мне кажется, вот эта сыворотка, она предназначена для кожи 30+. И самый классный результат будет заметен именно на возрастной коже. Вот эта сыворотка мне понравилась, мне она подошла. Я с удовольствием куплю вторую баночку за свои личные деньги, потому что она фантастическая. Причем эффекты будут видны после того, как пройдет несколько дней, а то и недель использования. Да, это не дешевое удовольствие. И я не говорю, что это единственное, что может нас всех спасти, потому что я показываю вам, как что-то более бюджетное и что-то дорогое. Но для своей мамы я бы еще раз купила такую же линейку, Genifique от Lancome, когда у нее все это закончится. Потому что я вижу, я вижу это на своей маме. И, блин, мне просто настолько приятно, что какие-то мои небольшие знания в уходе, какие-то мои догадки реально работают. Поэтому не могу нарадоваться, честное слово. А вот и тот уход, которым я пользовалась от SkinCeuticals. Эта марка не представлена в Польше, поэтому как бы сильно я не хотела, не смогу купить вновь. Но крем, который предназначен для очень сухой кожи, просто спасал меня после кислотных пилингов. Он настолько нежный, он без каких-то отдушек, он очень питательный. Я не всегда могла с ним справиться, когда хотела нанести макияж поверх этого крема, потому что он скорее более ночной и просто фантастический, честное слово. Крем под глаза от SkinCeuticals, питательный для возрастной сухой кожи, потому что я не всегда подбираю уход, исходя из того, что написано на упаковке, скорее по состоянию своей кожи. И опять же, когда этот крем закончился, я поняла, что все остальные вот на пару ступенек ниже. И если сравнивать Benefiance от Shiseido и вот этот, то Benefiance, он более такой маслянистый. Этот все-таки такой полегче. И он не так сильно как бы оставляет пленочку вокруг глаз, но тем не менее он не дает коже пересыхать, он ее очень сильно напитывает и как будто уплотняет. Поэтому, если у вас есть SkinCeuticals, если в салонах красоты, в которые вы, возможно, ходите, эта марка продается, то обратите на нее внимание. Я вот прям до конца все доскребла и больше нет. Очень жаль. Уже, как мне кажется, классика жанра у меня. Закончилось несколько шампуней для волос. Один из них от Nivea. Это молочко для волос. Обычный, нормальный, не утяжеляющий волосы. Не до скрипа отмывающий шампунь из масс-маркета. Когда не знаю, что приобрести, всегда покупаю его. А вот когда мне хочется побаловать, в первую очередь, кожу головы, не пересушить ее, когда я хочу просто купить что-то стоящее, то всегда отдаю предпочтение вот этим шампуням. Я заказываю их в Украине. Один из них подарила мне моя подписчица. Написано, что это подснежник, но это не название бренда. Наверное, Line Formula. В общем, напишу вам полное название внизу. Один из них для объема, а второй для чего? Не знаю, энергия. То есть он как-то делал волосы просто свежими, такими живыми, подвижными. Тоже не утяжеляют. И их на очень долго хватает. Я прям не помню, когда я покупала какой-то новый шампунь. Привезла их еще осенью из Украины. И долго-долго ими пользовалась. У них обалденные ароматы. И они бережно очищают. По-моему, они даже без СЛС, насколько я помню. Вы не поверите, декоративка в пустых баночках. Закончился у меня CC-крем от Armani. И мне нравилось, как он выглядел на коже. Он дает такое красивое свечение, немного выравнивает оттенок кожи. И его действительно не видно. Но это удовольствие стоит так много, что сейчас второй раз я его не куплю, потому что у меня слишком много тональных средств. И сегодня, к примеру, я начала пользоваться It Cosmetics. Я заказала себе CC-крем. И он, кстати, с SPF. Интересно, выбеливает он меня в камере или нет. И допользовалась этим. Здесь химический фильтр SPF 35. Меня это как-то особо не смущает. Но сейчас попробую попользоваться чем-то с физическим фильтром. То есть с минеральными фильтрами. Они как раз находятся в этом вот CC-креме от It Cosmetics, который я заказала из Америки. Очень классный блеск для губ. Да, это именно блеск от Clinique. И мне не очень нравится форма выпуска. То есть здесь нет никакого спонжа. Такой просто как это пластик. И мне не очень удобно было его наносить. Но само средство настолько хорошо ухаживает за губами. Этот блеск не слишком липкий, не слишком какой-то вот непонятный. Он все в меру и очень классно ухаживает за губами. У меня оттенок 0,7. Он такой нежно-розовый. И как будто делает губы немного более пухлыми, чем они есть на самом деле. Обожала. И сейчас уже так же заканчиваю второй. Поэтому нет, новый покупать не буду. Потому что у Clinique сейчас появились очередные новинки, которые также очень нравятся. Блеск Topper от MAC. Это такой прозрачный блеск с множеством разных частичек, который придавал такой эффект губам. Как будто они вообще сияют. Вот они такие необыкновенные. Это коллекция Mariah Carey. То есть вы уже не купите это средство. Я просто хотела сказать о том, что у MAC потрясающие лимитки. Я всегда что-то себе покупаю. Даже если мне не присылают на обзор. Иногда просто хочется доставить себе удовольствие и что-то приобрести. Мне как-то подарили вот этот гель для бровей от марки Tom Ford. Он у меня для блондинок в оттенке 0,1. И это одно из лучших средств. Честное слово. Потому что в нем есть фибра, но она не осыпается. Он так классно фиксирует брови. Он их потрясающе прокрашивает. И сначала я думала, что этот гель какой-то прям очень дорогой. Да, это дорогое средство. Я как бы не отрицаю. Но если сравнивать с Givenchy, с другими брендами. То учитывая скидку, в принципе получается так же, как и остальные его люксовые соратники. Поэтому, наверное, когда-то его еще куплю. Но сейчас у меня гель тоже с фиброй от марки Maybelline. Я не жалуюсь. Поэтому сейчас буду пользоваться Maybelline. Захочу купить что-то люксовое, куплю. А возможно буду собирать на отдых. Это гораздо интереснее. В общем, классный гель для бровей. Я им пользовалась с самого лета. И только сейчас он подошел к концу. Кстати, без карандаша, без чего угодно. У него такой правильный оттенок. Вообще, если хотите что-то из люкса, то вот вам, пожалуйста, или бюджетная альтернатива от Maybelline. Моя самая любимая помада от матовая. Нарядная. Для меня это новый красный. Big Spender от марки Smashbox. Я даже достала отсюда ограничитель. И уже как бы нечем накраситься. Но я сильно не расстраиваюсь. Потому что у меня есть уже новая. И без нее я уже точно не могу. Этой зимой я просто как маньяк пользовалась разными тканевыми, гидрогелевыми, корейскими, японскими масками для лица. Они меня очень расслабляют. Они напитывают кожу. Они ее восстанавливают после обветривания, пересыхания. После каких-то кислотных процедур, которые я сама себя выполняла. Если вы хотите что-то просто увлажняющее, попробовать такие средства. Вот я знаю, что в России и в Украине появился магазин Miniso или Miniso. У них продаются вот такие масочки. И они довольно-таки неплохие. Но самые лучшие для меня это вот эти от Too Cool For School. Они были в фаворитах. Яичные маски у меня увлажняющие и подтягивающие. Я не могу сказать, что они кардинально чем-то отличаются. Просто беру или ту, или другую. И в принципе классно. Вот эти вот масочки с ласточкиным гнездом. Господи, корейцы, конечно, очень интересные люди. Чего только не придумают. Они тоже очень хорошо увлажняют. Все маски, которые я пробовала, классно пропитаны эссенцией. Кстати, ее хватает даже для того, чтобы нанести, к примеру, на шею, на область декольте. Ну а, к примеру, вот этих вот от Too Cool For School. Столько этой эссенции, что я даже на второй день в качестве сыворотки наносила ее. Что еще? Очень мне нравятся увлажняющие маски от Benton. И если есть какие-то раздражения, краснота, то вот эти масочки очень хорошо еще успокаивают кожу. Снимают все воспаления. Ну то есть как? Знаете, что-то надавила, приложила. Я мажусь, честно говоря, гелем от Benton с алоэ и с прополисом. Потом наношу вот эту масочку. Вот так работает. Еще попробовала на iHerb. Покупала увлажняющие носки. Мой муж, когда это увидел, говорит, нет, ну это уже слишком. Поэтому, ну я как-то вот сама предпочла бы чем-то таким пользоваться в следующий раз. Ну я шучу. Конечно, я утрирую некоторые моменты. Но, слушайте, средства работают утром, настолько мягкие ножки. Но через день это ощущение пропадает. То есть такими средствами надо пользоваться на постоянной основе, скорее всего. Сыворотка под глаза от марки Estee Lauder. Это мой абсолютный must-have. В ней много антиоксидантов. Она предотвращает появление морщин. И только сейчас, вот буквально несколько дней тому назад, я поняла, что снова произошло то же самое. Я пользуюсь этой сывороткой. Я вижу, что у меня как-то вот взгляд свежее и вообще нет припухлостей. И когда я ее отменяю, как будто, знаете, так все. Сейчас попробую заменить ее чем-то другим, чтобы посмотреть, это временный допинг для кожи или все-таки средства, которые работают на будущее. Пока что вот спустя два года использования ни одной баночки, это уже вторая упаковка в моей жизни, могу сказать, что состояние вокруг глаз у меня не ухудшилось. Ну, то есть морщинок нет. Но, возможно, просто еще не пришло то время. Еще у меня закончились салфетки для демакияжа от марки Amway. Они неплохие, они хорошо увлажняют кожу. Сейчас я нашла что-то лучше у корейцев. Но вот если вы хотите смыть стойкий макияж, то лучше, чем салфетки от MAC, вам ничего не найти, потому что они как будто пропитаны чем-то масляным. И после них хочется умыться, да, это факт. Но это то, что реально смывает макияж так, как гидрофильное масло. А вот это все, это только поверхностное действие. Но хотя, если я пользуюсь чем-то легким, мне надо снять, к примеру, виви-крем с SPF, с физическим фильтром и нанести его заново, то я всегда пользуюсь такими салфетками. И потом уже в конце дня, к примеру, смываю макияж при помощи гидрофильного масла. Закончила я маску от The Body Shop. Это такая маска, которую наносим на ночь. Кто-то ее любит, кто-то нет. Она, по-моему, была с коллагеном. То есть у нее такая консистенция, которая всегда идеально гладкая, которая сама по себе восстанавливается. И я считаю, что она очень хорошо питает кожу. И на мне она не липкая, но она больше подойдет обладательницам сухой кожи. И, ну, попробуйте в The Body Shop. У них всегда есть тестеры. И посмотрите, насколько вам нравится этот эффект. Она на мне прям таяла. И здесь очень большой объем. И, ну, такое средство нельзя использовать до конца, если ты его не любишь, если оно на тебе не работает. Поэтому вот просто убедитесь, нравится вам такое или нет, не слишком ли это для вас. И последнее на сегодня это маска для волос, которую я покупала на iHerb. Она была с оливковым маслом и маслом авокадо. Она очень приятно пахнет. И когда мы жили на старой квартире, мне показалось, что она как-то немножко не то чтобы путает волосы, но они не слишком гладкие после нее. И сейчас, когда мы переехали, у нас стала другая вода. То есть она более мягкая, у меня не так сильно сохнет кожа. Но и волосы стали другими. И сейчас эта маска проявила себя, ну, не на 100%, может, на 80%. Потому что она хорошо ухаживает за волосами, но нет прям какого-то суперклассного блеска, который мне дают даже более бюджетные средства. Поэтому я ее второй раз не куплю. Но, к примеру, Маша, лауреатка, она ее хвалит. И глядя на волосы Маши, я бы хотя бы ради интереса попробовала на себе. Купила бы, потому что ее волосы в идеальном состоянии, они не окрашены. Мои тоже, но все мы разные, многое зависит от воды. И, как бы, если у вас более густые волосы, возможно, она вам понравится больше. Вот, я второй раз не куплю. Ну, потому что это не что-то, что приводит меня в восторг. Просто классное средство, которое долго оставляет такой, знаете, салонный аромат на волосах. Ну, в общем, мне кажется, что попробовать стоит, потому что в любом случае это неплохое средство. Но, вот, к примеру, на Маше это вау. А для меня просто окей. Вот, все мы разные. Не забывайте об этом. Я надеюсь, что вам было интересно. Всех целую и обнимаю. Если вы за такие небольшие обзоры, то не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Все, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok